Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме. Это вообще продолжение нашей рубрики «Коррекция того или другого». Я еще не знаю, как она официально называется. Но, собственно, это рубрика о том, каким образом с помощью одежды мы корректируем или подчеркиваем некоторые особенности фигуры. И мы уже с вами освещали несколько позиций в этой рубрике. Сегодня дошли до бюста. Мы сегодня поговорим о том, как увеличить, и, соответственно, узнав, как увеличить, вы будете понимать, как уменьшить визуально бюст с помощью одежды. Основная ставка у нас сегодня на увеличение, потому что я увидела огромное количество запросов на эту тему. Мне и в директы часто приходят, и среди моих клиентов также есть те, кто хотели бы визуально увеличить бюст. И если вы хотите уменьшить его визуально, вы делаете все от обратного из того, что я сегодня советую. Так что, если эта тема вам интересна, продолжаем смотреть. Также, пожалуйста, сразу поймите, что эта рубрика не направлена на то, чтобы каким-то образом заставлять женщин корректировать свою и так прекрасную фигуру. С вами все в порядке. С нами всеми все в порядке. Такие, как мы есть. Мы никому ничего не должны. Мы не обязаны ничего корректировать, увеличивать, уменьшать хирургическим или любым другим путем. И только если нам хочется, и мы лично изъявляем такое желание, мы можем с помощью различных приемов играться, в том числе с пропорциями своей фигуры. Только по нашему собственному желанию. Надеюсь, у нас это обоюдно. Мы все это приняли, поняли, идем дальше. И также хочу напомнить о том, что у нас продолжается регистрация. И я полагаю, судя по вашей активности, уже скоро будет заканчиваться. Но наши три новых курса онлайн-образовательной платформы «Модеизм». Это курс «История моды», это курс «Фэшн стайлинг» и это курс «Фэшн журналистика». Курс «История моды» у нас читает богиня, фэшн-аналитика, историк моды Зоя Звеницковская. Недавно на странице «Модеизм» в Инстаграме я проводила с ней прямой эфир, который просто взорвал, по-моему, вашу активность и Инстаграм. Это был безумно ценный, интересный прямой эфир. Дальше у нас есть курс «Фэшн журналистика», который читает главный редактор «Харпес Базар Украина». Абсолютно талантливейший человек Анна Земскова. Это человек, который 20 лет в этой индустрии работает, который знает, что такое глянцевая журналистика. И этот курс будет очень полезен всем, кто работает с текстами, всем, кто работает в модной индустрии и пишет, и хочет писать об этом классно и красиво. Также для тех, кто потенциально хотел бы попробовать себя или работать в журналистике, просто открывая карты, это будет прекрасная возможность познакомиться с Анной Земсковой, с главным редактором «Харпес Базар» и получить какие-то личные советы в плане вашего развития как журналиста. И у нас есть курс «Фэшн стайлинг» — это интенсив, что безумно приятно, потому что это меньше времени, более сжатая, более концентрированная, экстраэффективная информация, которую нам подает прекрасный абсолютно человек, стилист с большой буквы Анна Гончарова. Это человек, который работал с огромным количеством изданий и брендов, это или Офисье, или Харпер Базар, и вот все бренды, наверное, которые вы можете себе представить, и я с ними уже работал. Это человек, который, я бы сказала, что, наверное, такой серый кардинал нашей модной индустрии, которого очень многие инсайдеры знают. И этот стайлинг, фэшн стайлинг курс, он направлен в первую очередь на то, чтобы вы от начала до конца поняли и приняли и узнали профессию фэшн-стилиста, а также в конце вашей курсовой работы будет создание части работы, которая потом пойдет в ваше же уже активное рабочее портфолио. Все детали по ссылке под этим видео. Итак, говорим о том, как визуально увеличить или добавить объема груди. Первый прием – это в любом случае, как мы уже понимаем, добавляем объем, соответственно, объемные различные детали. Это могут быть различные драпировки, рюши, аппликации, сборки, все что угодно в районе груди. Это может быть слегка выше груди, чуть-чуть на уровне груди, серединка бюста или чуть-чуть ниже, но главное – не сильно ниже, то есть не опускаясь, не от грудной клетки. Соответственно, все, что затрагивает грудь, вот там могут находиться все эти декоративные детали различного характера. Девушкам с небольшой грудью – это как раз будет прекрасный прием для того, чтобы визуально добавить объема в этой части, потому что нет риска переборщить. Соответственно, работаем с топами, платьями, различными жилетами, это могут быть жакеты с такими декоративными деталями. Вообще, вы можете здесь быть максимально креативными, это могут быть какие-то массивные аппликации, цветок, как у Кэри Брэдшу и так далее и тому подобное. Все, что визуально перекроет реальный контур груди и добавит дополнительного объема сверху. Дальше мы с вами уже говорили про принты. Так вот, я еще раз хочу сказать, что маленькие и мелкие принты визуально не увеличивают. А вот крупный принт увеличивает. Это очень важно. Это правильная, настоящая информация. Соответственно, если вы хотите визуально увеличить какую-то часть, в этой части вам нужно выбрать крупный принт. В данном случае мы хотим визуально добавить объема в районе бюста, и мы это делаем с помощью топов или платьев, в которых именно в районе бюста у нас крупный принт. Цветочный, горох, клетка, абстракция, какие-нибудь хрюшки, обезьянки. Все, что вы можете себе представить. Главное, чтобы это был не просто один принт, а вот хотя бы несколько, и они были достаточно крупными. Мелкий принт такого не сделает. Крупный принт это сделает идеально. И, как всегда, я уже говорила, что у нас это все-таки конструкторы. Можно играться, и, соответственно, можно добавить, допустим, и дополнительного объема с помощью какой-то детали предыдущей, и в том числе добавить вот этого какого-нибудь хрюшку крупную в нескольких вариантах в районе бюста. И таким образом вы визуально расширите объем в этой части. Следующий прекрасный прием, который, кстати, наоборот, на девушках с достаточно объемной груди плохо работает, потому что выглядит больше как плащ-палатка. Это то, что нам, девушкам с небольшим объемом груди, поможет визуально ее увеличить при желании. Это воротник-стоечка чаще всего, достаточно высокий по типу водолазки, а от него изделие не спадает до талии или просто в пол. И полностью перекрыт весь район декольте, и руки, и так далее, и тому подобное. И, соответственно, здесь обычно еще небольшие сборочки у шеи находятся. И за счет вот этого объема, который начинается прямо от основания шеи, мы визуально сильно добавляем параметров в районе бюста. Поэтому девушкам с небольшим размером груди – это прекрасный абсолютный силуэт, который действительно визуально будет слегка увеличивать пропорции в сторону груди. Поэтому смело экспериментируем. Это могут быть топы, это могут быть платья, это могут быть какие-то блузы. И, опять же, это можно комбинировать еще с предыдущими эффектами. Например, бренд Изабель Моран известен тем, что у них это классический силуэт топа, плюс именно в районе бюста там еще такая рюшенька появляется в рустикальном таком стиле. Так что очень и очень и очень советую для экспериментов. Не обязательно покупать платье в пол, это может быть просто интересный топ, с которым вы поэкспериментируете. Следующий классический прием, вы все его знаете, я еще раз делаю дарение на нем. Это горизонтальная полоска, опять же, в связи с нашими правилами предыдущими, желательно более крупная, не мелкая. И эта горизонтальная полоска может быть цветная, однотонная, монохромная, как вам хочется. Плюс к этому всему, как обычно, можно добавлять еще и предыдущие приемы, а также следующие, о которых сейчас расскажу. У изделия обязательно должны быть накладные карманы, если вы хотите визуально увеличить район бюста. Опять же, не нужно все сразу, но если у вас, допустим, это какая-то рубашка, или это жакет, или это верх платья, то прекрасный прием, при том, что он все еще остается достаточно классическим, это изделие, которое вы можете смело носить в офис, навстречу, куда угодно. Это вот такие аккуратные накладные карманы. Можно еще и с какими-то петелечками, штучечками, декоративными деталями, это не обязательно, но все это будет дополнительно увеличивать объем в районе бюста. Прекрасно смотрится, со всем сочетается. Я думаю, что практически у каждой из вас в любом случае в гардеробе есть такая рубашка или блузка, уже можно начинать экспериментировать. Следующий прием – это платья и топы на запах. Замечательный вообще прием, как для девушек, кстати, с достаточно объемной грудью, потому что он красиво это все обрамляет, так и для девушек с небольшим бюстом, потому что он визуально за счет вот этой красивой диагонали и перекрещение материала, которое, опять же, небольшие складочки создает, визуально это все добавляет объема в районе груди, смотрится прекрасно, и такой вариант топа или платья на запах можно спокойно носить без бюста. И когда я сейчас сказала бюста, я имела в виду, естественно, нижнее белье. Еще один замечательный момент. Тут мы уже работаем скорее с пропорциями и с такой визуальной иллюзией. Очень классная штука, практически мы фокусники. Значит, вы берете классический какой-нибудь, например, жакет в стиле милук, соответственно, очень приталенный, дальше у нас есть расширение небольшое в бедрах и облегание в груди, и за счет, можно даже небольшого объема в груди и в рукавах добавить, и за счет вот этого перепада на фоне активного прилегания по талии, то есть приталенности изделия, вы будете добавлять объема бюсту. И это может быть жакет, это может быть платье, это может быть пальто, это может быть жилет, это может быть даже блуза. Все, что вы можете себе представить, в том числе, даже рубашка, именно в таком стиле. Главная фишка здесь – это активная приталенность. Ее, естественно, можно создавать с помощью какого-то пояса на достаточно объемном изделии, тогда как только вы перетянете это изделие поясом, вверху появится объем, внизу появится объем, и талия будет очень затянута. Но и изделие, которое изначально в себе данный силуэт имеет, оно будет выглядеть всегда более лаконично, более деликатно, и при этом эту же цель полностью преследует. Следующий пункт – это выточки на груди. Очень важный момент, который, во-первых, правильно формирует эту грудь, который ее поддерживает, и иногда немного подтягивает и собирает, что делает и следующий пункт, о котором расскажу, но если остановиться на этом, то просто ткань, которая лежит на вашем теле без выточек, особенно в районе груди, она как бы нивелирует эту грудь. Если же мы даем выточки, мы в любом случае уже подчеркиваем и очерчиваем слегка форму того, что есть, соответственно, визуально акцентируем и немного увеличиваем эту часть. И следующий пункт, который с этим в том числе связан и вообще отдельно, это правильное нижнее белье. Вы даже не представляете, какое большое количество клиентов, которые впервые ко мне приходили, на самом деле носили неправильное нижнее белье, особенно мы говорим именно про лифчик. В данном случае неправильный размер, неправильный размер чашки, неправильная посадка, формы груди есть абсолютно разные. Есть грудь, как, например, у меня форма грудей, когда грудь смотрит в стороны. Соответственно, как можно об этом знать часто, можно надеть супер глубокий вырез, даже V-образный, прямо до пупка, и грудь все равно показана не будет. Будет видна только часть, где грудь расходится, но сама грудь даже частично в нее не поместится. Так вот, для того, чтобы визуально эту грудь увеличить, ее нужно для начала по бокам собрать и потом поднять слегка. Это, опять же, если вы преследуете цель увеличения груди визуально в объеме. И в этом случае нужен специальный лифчик с чашками, который этой цели служит. Потому что очень большое количество моих клиентов, у которых именно такая же форма груди, они выбирали лифчики, у которых чашки спереди. Соответственно, чтобы вы понимали, во-первых, они физически создавали дискомфорт, это достаточно вредно для груди, потому что часть груди вообще была вне лифчика. Она была здесь сбоку, лифчик отдельно. И, естественно, никаким образом фигуру это нижнее белье не формировало. Еще один момент, который прекрасно, кстати, сочетается и с пунктом про, допустим, полоски или принт, это текстурированные ткани. Это твит, это махер, это что-то такое активное, это, возможно, очень текстурированный какой-то текстиль или трикотаж. Это что-то, что добавляет визуально в любом случае активности и объема в любой части, где бы вы это изделие не надели. И в данном случае это будут топы, платья, жакеты, все что угодно. Когда вот такой активный материал присутствует, он в любом случае визуально будет увеличивать, что, в принципе, и является нашей целью. И, как обычно, вот этот пункт можно объединять и с крупным принтом, и с другими пунктами для того, чтобы достичь оптимального результата. Следующий момент – это различные блестящие, блескущие, отблескивающие материалы и финиши. Ламе, пайетки, различные вариации люрекса. Вот здесь, чтобы, главное, только уместно. Это можно смело сочетать. Это может быть платье или топ с пайетками. Пайетки нормально так, особенно если они достаточно крупные, будут увеличивать бюст. И это, опять же, замечательный прием. Особенно, если вы собираетесь куда-то на вечеринку. Прекрасно! Особенно в каких-то софитах это все будет переливаться. Это может быть легкое ламе. Это может быть аккуратненький люрекс в каком-то топе или в части платья. И с дополнительным жабой или какими-то дополнительными декоративными деталями. Главное, чтобы это было уместно и не было перебора с этими блесящими материалами. Потому что они иногда могут выглядеть через чур в образе. Особенно, если их не балансирует что-то достаточно кэжуэльное. Еще один прекрасный прием, который мы с вами уже когда-то упоминали, когда говорили, если я не ошибаюсь, про ноги. В данном случае мы говорим про бюст. И это все тот же прием, где у нас есть фигурные, в данном случае, контрастные полосы ткани или куски ткани, которые фактически визуально формируют на контрасте с другим цветом в топе или в платье фигуру и грудь. Это может быть топ, это может быть платье. И, допустим, у нас есть черная основа и по бокам белые полосы. Особенно, учитывая, если они будут идти в форме груди, они визуально будут притягивать внимание и вытягивать в 3D вот эту грудь. И последний важный пункт. Если вы думаете про вырезы, то самые удачные вырезы для небольшой груди, которые визуально будут увеличивать ее, это в основном, во-первых, V-образный вырез и квадратный вырез. Круглый вырез, особенно достаточно глубокий, чаще всего нивелирует грудь. А вот V-образный вырез с правильными еще и другими деталями будет прекрасно работать. И квадратный вырез, особенно подходящий вот где-то уже здесь до основания груди, он тоже эту цель будет преследовать. На сегодня это все. Пишите, какой из совета вам понравился больше всего. Может быть, у вас есть тоже свои какие-то приемчики. Только, пожалуйста, не пишите про вату в лифчике и все остальное. Мы это прожили, пережили. Я надеюсь, оставили в прошлом. Люблю, целую. Ваша Рита. Субтитры подогнал «Симон»